Добрый вечер, дорогие телезрители, болельщики футбола. Возвращается к нам европейский футбол. И Кубок обладателей кубков вступает в стадию 1-4 финала. Сегодня здесь, в Вене, встречаются местный Рапид и наша киевская Динамо. Субтитры создавал DimaTorzok Боковые от Тарина де Бернарда и Андре Ферре. Честно говоря, не знаю, как правильно ставить ударение Вотро или Вотро. Все-таки на французский манер, наверное, на последний слог. Будем называть его Мишель Вотро. А пока что удар. Ну и кончая тем, что просто критика может быть даже в сторону управителей, распорядителей. Ох, какой момент опасный! Штанга! Как резво начал Рапид. Ох, пронесло нас на первых минутах. Так вот, и не устраивает. И местный журналист отриборался за этот мяч. Да, это нарушение правил. И быстро-быстро разыгран мяч. Ну-ка! Эх, немножко не получилось. Но встреча не остановлена. Продолжается. Бручич направо. Лайнер. Удар поворотом еще один. Трижды в рамках европейских турниров встречался с советскими клубами. И ни разу не проиграл в шести проведенных встречах. Ни разу, дорогие друзья. Поэтому... Ой, как опасно! Чанов, ну! Чанов! Ох, какой красавец-то! Сверхактивно начал. Да не то, что начал. Уже продолжает 15 минут играть сверхактивно. Сейчас за бакинский нефчи. Тоже, что не говоря, один из лучших игроков нашей, так сказать, действительности. Как опасно! Да что ж такое творится-то с нашими ребятами? Укол за уколом просто ловим. По культу, по-моему, и хочет исполнить. Нет. Или да? Да! Удар! Ой, как опасно! Рядом со штангой проходит мяч. Ну ладно. Навес. Ух ты! Ух ты! Как опасно-то опять было! Только на один год примерно приходится. А так вообще... Автор... Вернее, конечно, ну я имел в виду, да. 200 голов. 200-й гол за Киевской Динамой. Сейчас посмотрим этот момент. Ну сейчас будет пас налево. Нет, паса не было почему-то. И, видимо, это была ошибка Павел Яковенко. Второй Владимир Бессонов. Именинник сегодняшний. Девятый номер Иван Еремчук. Одиннадцатый Олег Блохин. Десятый Игорь Биланов. Главный тренер Киевского Динамо. Валерий Васильевич Лобановский. Главный тренер АШ-100 тысячи. 973-го, по-моему, года. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как мы могли сейчас в самом начале второго тайма-то открыть счет. Не повезло Блохину. Немного он не исполнил. Что ж такое, Олежа? Верно. Может и мяч слишком жесткий. Опять я напомню. Плюс два всего лишь в Вене. И не исполнил. Не исполнил Олег Блохин этот красивый по задумке удар. Но неплохо начали с атак уже. Совсем неплохо. И посмотрите, опять киевляне идут вперед. Бессонов по центру. Удар! Игорь! Нет! Господи, нет! Мне же показалось, летит мяч в ворота. Как же так показалось. Да, знаете, обман, обман зрения. Вот стойка. Как ни крути, а фавориты этого розыгрыша кубка-обладателей кубков. Говоря о других командах, скажем, что сегодня встречается еще пражская Дукла с Бенфикой. А пока что атака наших ребят. Ну-ка забивать надо. Гол! Ну, наконец-то! Ну, слава богу, а! Ну, крутили, крутили и раскрутили свою... Давайте посмотрим еще раз, как шла эта атака. Да, Биланову здесь оставалось только подставить ногу. Мердин, Шотландия, Гетеборг, Швеция и Барселона. Испания, конечно же, с Ювентусом. Вот это, наверное, самое ожидаемое противостояние. Пока что Кранчер наносил удар. Еще один удар! И спиной Кузнецов блокирует мяч. Малайду к Югославии, Верингем, Бельгия и Интер-Италия, Нант, Франция. Вот такие... Помню, счет 1-0. Киевляне ведут. Удар поворотом и гол! Вот это, таких ударов головой, я не помню, когда видел последний раз. Это исполнение просто сумасшедшее. И снова спас Ирацца. Вы посмотрите, как он в девятку отправляет этот... Горчичники раздавал бы, честно говоря. Ну, не мне советовать орбиту. Так вот, я хотел сказать о каких-то основных достижениях последние годы обеих команд. Если говорить о хозяевах поля, сейчас после этой атаки я вам скажу... Момент опасный, гол будет! Нет! Ух ты! Триттону со счетом 3-1. Говорят же о киевлянах. Белый-синий чемпион СССР 11-кратный. Последнее чемпионство это 85-й год. А пока что момент опасный. Погодите о чемпионствах, тут свои дела творятся. Да, знаете, вот честно говоря, мне кажется, абсолютно точно то, что травма подействовала на Беланова. Мы знаем, насколько у него мощная скорость. Насколько это взрывной игрок. И сейчас в хороших кондициях Беланов бы убежал, несомненно, от своего оппонента. И надо подумать, я думаю, о замене Владимира... Валерию, извините, конечно же. Валерию Васильевичу Лубановскому. Со всем заговорился. Потому что, не дай бог, еще какая травма. Мы видим, как больно Беланову. Вот он на ваших экранах. И тогда это может быть просто потеря на более долгое время. А тут все-таки счет устраивает. И вполне можно играть и забивать еще и еще и 3-0! Такой, уже не сверх такой, конечно, важный, как Голыф Беланова мяч. Но, так сказать... Киевляне ведут местного рапида. Паль вперед. И хороший пас! Удар будет! Нет, все-таки зажали Еремчука. И все-таки удар! Есть штанга! Удар! Гол! А не возьмешь! Вот так вот! А вот нам больше сегодня везет. А рапид бил, штангу не забил. А у нас-то все надежнее, все красивее. Ну, везет немного, да, и Яковенко оказался там, где должен был оказаться игрок с голевым чутьем. 4-0, дорогие друзья! И это, по-моему, похороны рапида. И он может расставаться с мыслями об полуфинале кубка. И это, по-моему, это... И это, по-моему, это... Вильфурд? Кстати, от нас ушла одна. От нашего взгляда замена в каждый момент! И все-таки один гол отыгрывают. Хозяева поля. Забивает Вильфурд. Вот только я о нем хотел сказать. 12-й номер, что... Просмотрели мы одну замену. Это как раз вышел на 73-й минуте Джерал. Вильфурд. Вместо Лео Лайнера. И вот таким хлестким ударом в ближний угол. Кольконзе. Пас на партнера. Неплохо. Но держать его, ребят. Вот так, да. Молодец, Демьяненко. Так и играй. Демьяненко и Кузнецов в их чуть-чуть подкате. Правил не нарушили. Какой сейф ногами, по-моему, совершает Чанов. У нас произошла замена. Наконец-то все-таки решил не рисковать здоровьем своего. Казалось, что вот-вот и дрогнут динамовцы. Но нет, они выстояли. Сыграли на ноль до перерыва. А после отдыха, вот эту 15-й минуту, вы их как подменили. И они вышли сверхзаряженными на эту встречу. На эту встречу, завершение которой сейчас возвестил свисток главного арбитра Мишеля Ватро.